Это программа «Особая статья», меня зовут Алексей Гудошников. Многие журналисты не стесняются в создании образа Хилари Клинтон. Она и сумасбродная, и мстительная, и даже глубоко больная. Но почему тогда она до сих пор впереди Трампа? Парадокс? Смотрим сюжет. В последние дни перед выборами все американские телеканалы и день и ночь крутят агитационные ролики главных фаворитов гонки – Дональда Трампа и Хилари Клинтона. Миллиардер пугает публику перспективы избрания Хилари. Границы США будут открыты для тысяч беженцев, и в Штатах все будет так же плохо, как в Европе. Кстати, информагентство ТАСС сообщает, Дональд Трамп потратил на покупку эфирного времени 4,5 миллиона долларов, и все ради того, чтобы выставить Клинтон новой мерке. Америка Хилари Клинтон – это подтасованная против американцев система управления. Наводнение сирийских беженцев, нелегальные европейские осужденные преступники будут здесь жить постоянно. Когда страшные картинки как следует напугали зрителя, Трамп обещает американским гражданам спасение и безопасность. Америка Дональда Трампа – это безопасность. Террористы и опасные преступники не допущены в страну. Граница безопасна. Наши семьи спасены. Сделаем Америку снова безопасной. Пока Трамп рисует мрачные картины будущего, Клинтон в своих агитационных видео показывает совершенно иные кадры – счастливые семьи, дети, собаки, словом, образцово-показательную американскую жизнь. Есть даже парочка мужчин нетрадиционной ориентации. Я готовлюсь ко множеству событий, множеству. Я и мой брат открыли свой первый бизнес. После пяти лет, что я пропустила в декрете, я собираюсь вернуться на работу. Большой мальчик, это точно. Я женился этим летом. На ком-то о ком смогу заботиться. Я готова, чтобы тоже сделать что-то. Я готова стать президентом. И вы можете больше, чем просто жить. Вы можете быть впереди и оставаться впереди, потому что если наши семьи сильны, то и Америка сильна. Впрочем, выбор ванильных персонажей на роль агитаторов за Хиллари Клинтон уже вызвал насмешки у публики. Знаете ли вы, чего не хотят видеть американцы? Хиллари знает – видеть на посту президента белого мужчину. Сначала мы видим, как женщина работает в саду. Затем мама с дочкой переезжают. Два брата латиноамериканца управляют собственной компанией. Еще одна женщина снова ждет ребенка. Темнокожая пара ждет ребенка. Для видимости равноправия – молодая азиатка. Смотрите, белый мужчина. А нет, этот гей, и он не в счет. Темнокожий парнишка, пожилая женщина выходит на пенсию. Белый мужчина? А постойте, у него жена другой расы, так что он тоже не в счет. И вот когда видео подходит к концу, наконец, один белый мужчина. Клинтон, как могла, подчеркнула, что она не очередной белый мужчина, потому что знает, именно они стали объектом расизма в Америке. Так что, белые мужики, отдохните. Вашему правлению в Америке приходит конец. Интересно, как воспримут этот скрытый посыл ролика Клинтон американцы? Что на них подействует сильнее – гарантии безопасности страны от Дональда Трампа или про возглашение семейных ценностей всего населения, включая секс-меньшинство от Хиллари Клинтон? Кто из фаворитов гонки выбрал правильную стратегию агитации своих граждан? Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников, и к нам присоединился Араик Степанян, ответственный секретарь Академии геополитических проблем, и Михаил Хазин, экономист и публицист. Арика Ганилович, на ваш взгляд, как строится компания «Политическая Хиллари», насколько это правильно, и насколько этот образ соответствует требованиям и чаяниям действительно американских избирателей? Ну, сначала надо понять, что за система избирательная американская. Надо подчеркнуть вот твердым таким жирным шрифтом, что американские выборы непрозрачны, недемократичны, несправедливы. Ну, глупость не надо говорить. Ну, это, по вашему мнению, глупость. Ну, подчеркивать жирным шрифтом не надо. Еще раз повторяю, да, но это вы, давайте, оставьте других передачах. Но, между тем, только в Америке, на котором вы говорите, это то, что, вот, знаете, вот, никогда в Америке большинство не голосует за президента. То есть не получается так. Они могут количественно, численность, значит, голосовать за одного кандидата, а выиграют то, что получили больше голосов. Это не прямые выборы. Если вы сходите из ваших слов, то вообще все равно, какая у кого предвыборная кампания, потому что в Америке нет честных выборов, и хоть что ты там покажи. Вот, вот, я к этому приближаюсь. Дело в том, что здесь есть американская публика, народ, да, вот для которых нужно организовать некую видимость выборов. Вот они-то организуют финансовые системы, финансовые транснациональные крупные корпорации, мощные мафиозные системы, они организуют эти выборы. Вот они сейчас, чтобы сохранить всю эту систему, всю эту американскую внешнюю политику, подчеркнуто русофобскую, они здесь имеют своего кандидата, в Лидии Хиллари Клинтон. Этой семейке прощается все. Значит, неуплата налогов обвиняли Белкинду, закрыли дерево, значит, она за, это сексуальный скандал, закрыли дерево. Поэтому вся эта, вот эта технология избирательной кампании, это для публики. Я понял. А публика Хиллари Клинтон, ее электорат становится больше. Пожалуйста, Григорий. Ну, мы сейчас выслушали мечту человека о том, как бы он хотел жить. А как на самом деле? На самом деле, значит, что происходит? За время правления президента Обамы произошло два важных изменения внутри Соединенных Штатов Америки. Первое, о чем более-менее все говорят и знают, это страховая ситуация с медициной. Но есть вторая ситуация, которая произошла именно по отношению к выборам. Огромное количество людей получили право участвовать в выборах как избирателей. А что это за люди? Это в основном люди, которые приехали в Соединенные Штаты Америки достаточно недавно. А раньше они не могли голосовать. Цветные цветные, то есть латиноамериканский, афроамериканский, электорат, клипная демократа увеличилась. Да не только, из Советского Союза тоже, представьте себе. Так что не надо, вот нашу расовую неприятельность... Из 11 миллионов, из 11 миллионов, миллион только белые, 11 миллионов. Но посмотрите, люди получили возможность голосовать. Раньше они не имели этой возможности. Или они тоже участвовали в СССР? Да, они долго стояли, долго стояли. И вот это как раз Хиллари и ее команда, то, о чем было сказано в передаче, очень точно используют лозунги, которые предъявляет Трамп, вернем Америке величие. Для этих людей, которые все сразу же становятся американским ситизеном и поднимают рядом с своим домом или квартирой американский флаг, еще не настолько воспринимаем, как та публика, на которой основывается Хиллари в своей избирательной ситуации. Поэтому это и говорит о том, что ее команда более профессиональна. Она учитывает все меньшинства. Они сегодня в Америке являются большинством. Обращаю в вашу внимания. Нигде не скрывается то, что весь фонд финансирования Хиллари Клинтон как раз создан другими, разными донаторами, в отличие от Трампа, который практически в большинстве использует свои деньги. На что вы хотели обратить внимание, простите. Значительная часть тех структур, которые объясняют, что Клинтон сильный впереди, например, СНН, настолько ангажированы в пользу Клинтона, что верить им нельзя категорически. Специально для особой статьи эксклюзивное интервью дал Владимир Познер. И первый вопрос, на который нам ответил, звучал так. Почему Хиллари Клинтон поддерживает подавляющее большинство американских СМИ? Американские СМИ имеют небольшой выбор. Либо Трамп, либо Хиллари Клинтон. Что можно сказать о Трампе? Опыта никакого политического, ни внутреннего, но уж о внешнеполитическом и говорить нечего. Человек, который показал себя в дебатах очень тонкокожим, легко переходящим на оскорбления, не контролирующим себя. А этот человек, если он будет президентом, будет иметь палец на ядерной кнопке? Все это вызывает большую тревогу. И, конечно, остается выбирать меньше из двух зол. И в этом смысле большая часть СМИ американских выбирает Хиллари Клинтон. Не потому, что особенно ее ценят, но потому, что из этого выбора она им кажется явно предпочтительной. Абсолютно очевидно, что СМИ, которые во многом финансируются банкирами, находятся на стороне Клинтона. Вы начали очень важный разговор. Есть одна очень важная вещь. Дело в том, что вся социология, все социологические методики, разработанные в Соединенных Штатах Америки, там за несколько десятилетий для президентских выборов, на этих выборах не работают. Они не видят довольно большого количества людей, которые поддерживают именно Трампа. Потому что Трамп как раз и пытается вот эту вот дихотомию выявить. И очень много людей, которые начинают голосовать за Трампа, не потому, что им нравится цвет галстука Трампа. Вообще, американское голосование на протяжении многих выборов, оно было так. Кому больше нравится цвет галстука одного кандидата или, соответственно, покрой пиджака другого. Вот по этому поводу они между собой воюют. Кого так выбрано? Потому что нету, соответственно, принципиальной разницы между оппозициями. А вот сегодня есть принципиальная разница. И очень много людей, которых социологии не видят. Обращаю внимание, у Трампа, Трамп в своей Гетенбергской речи, очень четко объяснил, что он будет делать. И это очень сильная речь. А у Клинтона нету программы. Вот в продолжении нашей темы я предлагаю посмотреть сюжет, а затем уже говорить. Накануне выборов редакция газеты USA Today и Университет Суфолк провели опрос граждан и вывели довольно любопытную статистику. Ее приводит портал «Взгляд». Большинство респондентов, 56%, считают, что в случае своего избрания на пост президента страны, бывшая первая леди может столкнуться с конфликтом между личными и профессиональными интересами из-за раскрытой, благодаря публикациям электронной переписки, деятельности благотворительного фонда Клинтона. Однако при этом, согласно опросу, Хилари Клинтон опережает по популярности Дональда Трампа на 9%. Экс-первую леди поддерживают 47% американцев, бизнесмена – 38%. Интересно, почему, несмотря на все «но», большая часть американцев так симпатизирует Клинтон? Может быть, так на них действуют эпатажные пиар-акции, поп и кинозвезд, которые ничем не брезгуют ради продвижения своего кандидата? Сначала певица Кэти Перри призвала идти голосовать за Хилари в чем угодно, хоть голыми. И тут же скинула свою звездно-полосатую пижаму на глазах у публики. Эстафету подхватила Мадонна, а публиковав обнаженные фото в поддержку Хилари, она запустила в соцсети акцию «Голосую голой». Так неужели Хилари Клинтон имеет успех у американцев благодаря вот такому пиару? Почему она лидирует в рейтинге популярности? Мой вопрос очень простой. Вот когда голые звезды ходят, агитируют, пишут на ягодицах что-то у себя, проголосуете за Хилари, это что такое? Это не попытка прикрыть какую-то политическую слабость, отсутствие реальной работы? Нет. Главное преимущество Хилари Клинтона в этой гонке – это Доналд Трамп. Что его негативные заявления по поводу всех, о которых вы говорили, о латиноамериканских гражданах, мусульманах и так далее, это вызывает очень много дихотемию, как сказал ваш гость. Что именно это вызывает определенный разрыв в обществе. И Хилари как раз пользуется этим. Она может показать что угодно там в этих рекламах. Люди понимают, что она более приветливо относится к большим меньшинствам, которые скоро через вас. Для любого советского человека видно невооруженным глазом, что Трамп человек искренний, а Хилари – абсолютная лгуня. Для советского человека это наше воспитание. Про американцев не могу сказать. Представьте себе, что у нас выходит какая-то звезда, например, там какая-то кто-то ест, раздевается и говорит, голосует за какую-то женщину. Вы представляете, какая реакция у нас-то будет? Для них это нормально. Они вот такие, какая элита, такой же и народ. Но здесь один момент. Вы представляете, вот вся вот эта предвипрная компания… Вы знаете, нельзя никогда говорить о народе. Я бы вас еще попросила быть крайне осторожной в своих выражениях. Значит, если повышается рейтинг у кандидата после того, как звезды раздеваются, это говорит об уровне политической культуры этого электората. И между тем. И последнее, что хотел подчеркнуть. Вот эта избирательная компания вывырула американские вот эти избирательные компании сущность всю эту гнилую, которые вот скелетами начали махаться и драться. А в этом чуть позже будем говорить по поводу скелетов. Григорий, почему лидирует сегодня Клинтон? Только по одной простой причине. Я это уже говорил за этим столом. Потому что ее команда и она более профессиональна, как политик. Выборы – это политическое действие. Можно я добавлю? И это политический спектакль. Вот если бы речь шла о бизнесмене... Да. К сожалению, у Трампа, который во многом смог себя построить и тоже осуществить американскую мечту стать одним из самых богатых людей в США, в бизнесе он понимает, наверное, намного больше, чем... А в политике он все-таки новичок. И тут он проигрывает. И все козыри, которые вынимает Хиллари, даже если они краплены, они профессионально и вовремя вынуты. Сейчас мы должны уйти на рекламу, а после вы узнаете, почему предвыборную кампанию Клинтон и Трампа называют одной из самых грязных в истории. И что скрывают кандидаты за раздутым пиаром о себе. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Президентская гонка в США отличается особой грязью. Это признают эксперты всего мира. Почему так происходит? Смотрим сюжет. По всей видимости, черные пиарщики обоих кандидатов в президенты США давно забыли, что такое отдых. Каждый день в прессе появляются новые вбросы, порочащие конкурентов. Причем одни скандальнее других. Только улеглись страсти по аудиозаписи Дональда Трампа, где он признается, что хотел соблазнить замужнюю женщину, как возникли новые подробности его интимной жизни. Теперь вот бывшая королева красоты Финляндии Нинни Лаксонен заявила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп домогался ее в 2006 году. Кстати, финская топ-модель стала уже 12-й женщиной, которая накануне выборов обвинила Трампа в сексуальных домогательствах. Миллиардер назвал это ухищрениями черных пиарщиков штаба Хиллари Клинтон, которые изо всех сил пытаются навязать ему образ сексуального маньяка и женоненавистника. Похоже, что этот ролик – произведение черных пиарщиков конкурирующего штаба. На видео Хиллари Клинтон ведет себя как психически больной человек. Долгое время ходили слухи, что экс-первая леди действительно страдает деменцией, то есть попросту слабоумием или маразмом из-за перенесенной ранее травмы головы. И вот несколько дней назад портал WikiLeaks опубликовал новую порцию разоблачительных писем Джона Подесты, главы избирательного штаба кандидатов президента США от Демпартии Хиллари Клинтон. Эти документы цитирует московский комсомолец. В одном из таких посланий, датированном 21 апреля 2015 года, помощница Клинтон Хума Абедин сообщает ключевым фигурам предвыборного штаба Клинтон, что у ее начальницы есть определенные психические проблемы. Ей придется больше пользоваться подсказками, у нее еще не все в порядке с головой, говорится в тексте. Что из этих сведений правда, а что плод воображения рекламщиков? С какой целью идет эта война компроматов накануне выборов? Действительно ли подобные вбросы черных пиарщиков могут повлиять на электорат? Или же эти скандалы раздуваются лишь ради привлечения внимания к фаворитам гонки? Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Сегодня обсуждаем Хилари Клинтон и к нам присоединились Григорий Трофимчук, политолог. И Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы. Игорь Павлович, вот действительно вот подобные вбросы черных пиарщиков могут повлиять на электорат или нет? Да, конечно, могут повлиять. Там аудитория очень чувствительная. Сами избиратели американские очень чувствительны. А именно на этом чувстве играют как раз вот эти пиарщики, кто занимается вот этим так называемым черным пиаром. Ну мало ли, черного пиара мы все видели. Неужели до сих пор люди простые покупаются на это? Мне все-таки кажется, что вот эта грязь в избирательной компании больше идет со стороны Клинтона. Объясню почему. Потому что за ней три основных ресурса. Первый ресурс – это банки, финансовая система, которая идет в Аббанк, извиняюсь за таптологию. И, следовательно, она подталкивает к тому, чтобы применять любые средства. Второй ресурс – это IT-компании и вообще вот все эти информационные структуры, которые значительно усилились за последние годы. Именно они создают определенный имидж, участвуют в компании непосредственно, Google и так далее. Они заинтересованы в том числе в прибылях на этой компании. А на чем прибыль заработает? Только на скандалах. И, наконец, третий ресурс, о котором уже говорилось, это вот этот самый электорат, обыватели, которые ждут этого скандала и на это реагируют чувствительно. Вы еще закрыли политическую элиту. Тем более, чтобы действительно очень много мигрантов и так далее. То есть электорат Клинтона. Поэтому вот эти три ресурса – это есть как раз формула ее успеха. Победит она, не победит. К этому надо добавить еще одно обстоятельство. Именно Клинтон заинтересован в том, чтобы разговор шел не по существу. Потому что Трампу есть что сказать, и у него есть конструктивная программа, а у Клинтона нет конструктивной программы. Вот у меня возникал как раз вопрос, для чего создаются эти черные пиар-компании. Так, чтобы отвлечь внимание, я правильно понимаю? Значит, понимаете, дело в том, что избирательные кампании, скажем так, исходят из двух фундаментальных понятий. Это первое – преемственность кандидата. Второе – это проходимость. Вот если посмотреть, значит, Хиллари Клинтон, она абсолютно приемлемый кандидат для политической элиты, но не для всех. Потому что у них есть реальный раскол в элите. Почему? Потому что вот даже, когда мы видим, уже осталось почти 8 дней до голосования. Ну, я говорю недели, а так сказать. Да, недели. А там раз, и компромат, значит, руководитель ФБР бросает в эфир. То есть это означает, что в элитах есть серьезные разногласия по будущей Америки, да? Одни говорят, надо сосредоточиться на Америку внутри. У нас есть масса проблем. Хорошо, а вот эти пиар-акции-то черные, они для кого? Они, что, неужели они влияют на элите? Это для публики, для паблик. Им нужно зрелища, им нужно скандал. Пока серьезные люди решают, как будет, народ развлекается вот этой всей показухой церкви. Абсолютно. Тут есть еще определенная грань. То есть уже много компромата, он уже не работает, как нам кажется, может быть, со стороны. А у нас как раз наиболее объективный взгляд, потому что мы внимательно к этой кампании присматриваемся. И мы можем сделать выводы, в отличие, может быть, от американских избирателей. И вот эта грань, если не пересечена, то она может быть в ближайшие дни пройдена. И тогда что-то уже, какой-то черный пиар будет работать не против, а на конкретного кандидата. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели отрывок из программы журналиста Ларри Кинга. Как вы оцениваете эту президентскую гонку? Как я ее оцениваю? Знаете, если проводить аналогию с кино, то она напоминает мне старую комедию «Зверинец». Не знаю, Ларри, как описать эту гонку. За все 65 лет моей жизни я не видел, чтобы в преддверии президентских выборов доходило до такого. Она превратилась в некое подобие реалити-шоу. Вот как я ее воспринимаю. Я даже дебаты не смотрю. Нет? Нет. Потому что за участников этих дебатов голосовать не собираюсь. Александр Николаевич, ну почему действительно Соединенные Штаты, выборы в Соединенных Штатах превратились не просто в шоу, а в такое шоу, которого раньше не было, даже признают это американцы. Говорит, страшно смотреть. Значит, в Америке, в отличие от России, существует понятие репутации. И это понятие репутации, собственно говоря, и толкает политтехнологов на поиски компрометирующих материалов. Одной или другой стороны, я бы не стал этому придавать большого значения, потому что, ну на самом деле, репутация вещь для человека, дошедшего до президентских выборов США, вещь достаточно условная. Невозможно ее сохранить, что ли, или что? Ну, думаю, что да. Уже что уж дошел до выборов президента США, какая репутация? Скорее всего, да, потому что обязательно о каждом кандидате в президенты находится какой-то компромат. Если мы вспомним историю, так сказать, с этой точки зрения США, то мы это увидим достаточно четко. Причем это все рассчитано на такого повседневного избирателя, на обывателя. А вот сюда идут разного рода секс-скандалы, сюда идут разного рода разговоры женщин и так далее. Так в итоге, что мы получаем, понимаете, Александр Николаевич, в итоге, как я вижу, один кандидат, о ужас, какое у него прошлое, это страшно, сколько скандалов. Берешь второго, говоришь, боже мой, туда вообще, тут негде печать-то поставить. Ну, поэтому, поэтому, значит, политтехнологи и делают свою работу. Но, в отличие от того, что говорят наши оппоненты сегодня, я хочу сказать, что я вижу в позиции Клинтона достаточно рациональный политический путь. Что касается Трампа, то лично у меня этот человек, конечно, вызывает какой-то... Давайте скажем проще. Америка, родина шоу, и выборный процесс в США не может стоять в стороне от этого форума. А почему это шоу, а... Это как рычаг, как, вот понимаете, ширма закрытия информации. Любой вброс, он имеет характерные черты. Значит, если он происходит, он для чего-то делается. Я хочу понять, на что вы намекаете. Просто существует такое мнение, что вот эти вбросы, в общем-то, сами кандидаты против себя и вбрасывают. Вы об этом говорите или что? Абсолютно. Зачастую. Поясните. Вот конкретно по ситуации с Трампом. Есть ситуация, он понимает, что будет резонанс, потому что это вытащили, была запись, которая действительно фактически подтверждает. Не на уровне голословного какого-то это не заблуждение. А дальше он вбрасывает непосредственно информацию о своей супруге. Они дальше судятся, они решают вопрос, но как в принципе все полностью информационно отведено. А вот эта история с тем, что Хиллари болеет, что у нее проблемы со здоровьем, она могла бы быть создана штабом Хиллари? Она домашняя женщина, которая будет изначально рассчитывать на то, что бедная и несчастная, надо ей помочь. Надо ей помочь и поставить управление. Я хочу поддержать, Лилю. Глобальные информации, когда у нее проблемы с головой, имеют другой характер. Но когда она идет и демонстративно потеряет сознание, это рассчитано на слабую аудиторию. Но Трамп правильно отреагировал на вброс о больной Клинтон. Штаб Трампа очень правильно отреагировал. И нам тоже надо аккуратно к этому относиться. Если мы постоянно, мы вообще российские средства массовой информации, постоянно говорим о том, что она больная, это тоже ей помогает. Если мы ситуацию в этом решили. Я, кстати, отмечу один момент. Не штаб Трампа отреагировал, а сам Трамп. И лично он. Но наверняка они там сговорились между нами. И это была очень правильная реакция. Сейчас реклама, а после обсудим самый серьезный для нас вопрос. Может ли Клинтон развязать войну с Россией? Эта программа «Особая статья. Меня зовут Алексей Гудожников». Хиллари Клинтон может стать президентом США уже через неделю. А что дальше? Многие эксперты нагнетают. Нас ждет война. Смотрим сюжет. Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за позиции Клинтон по Сирии, сообщает портал «Аргументы и факты» со ссылкой на Reuters. Опасения кандидата от республиканцев разделяют многие эксперты и аналитики. Например, генеральный директор института ЕвроАЗС Владимир Лепехин уверен, победа Клинтон на выборах грозит непредсказуемыми последствиями. Вот что он сказал на эту тему в интервью порталу «Спутник». В случае победы Клинтон следует ожидать активизации НАТО вплоть до организации прокси-воин, способных перерасти в открытую и полноценную войну на российском направлении. Прямую поддержку госдепам исламского государства и других террористических группировок по всему миру. Ради денег и славы она пойдет на все, вплоть до развязывания ядерной войны. Однако есть и другие мнения. Ряд экспертов считает, что у Клинтон не хватит запала начать Третью мировую войну. Вот что об этом сказал член Комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Виталий Милонов в интервью порталу «Собеседник». Она уже достаточно немощная, как мы видим. Я боюсь, что она станет таким номинальным руководителем страны, и вместо нее будет какой-то очередной бирон править. Ставлин, наместник. Он будет решать все вопросы, а она будет заниматься своим здоровьем. Так кто же прав? Те, кто говорят, что Клинтон начнет войну, или те, кто считает, что у нее не хватит на это сил? Какого развития событий можно ожидать в случае ее победы на выборах? Сейчас с нами на связи Виталий Милонов, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам. Виталий, вот такой вопрос. Вы говорите, что Клинтон будет заниматься своим здоровьем, а политикой, то есть руководством государства займется ее некий ставлик. Вот кто это такой? Ну, я думаю, что подберут человека, который будет осуществлять эффективную коммуникацию между теми концернами, между теми лоббистами, которые, собственно говоря, поставили на нее в начале избирательной кампании. И как бы будет связывать бизнес, ВПК американский и администрацию Белого дома. Действительно, Хиллари сейчас уже не та, совсем не та. Вспомним, что, наверное, последний ее активный период был во время первого срока полномочий Барака Обамы. Тем не менее, Виталий, вы говорите, что подберут ей некого человека, который за нее будет управлять страной. У вас хотя бы есть какие-то предположения? Некие фамилии, имена? Знаете, американская политика, она интересна тем, что она сейчас, кстати, рассматривает Байдена как своего тоже помощника. Но проблема-то в том, что настоящие управляющие процессом находятся не на экранах американских телевизоров. Это те, та некая когорта лоббистов, которые будут, собственно говоря, и осуществлять скрытые механизмы, реализовывать скрытые механизмы управления. Ведь демократическим способом там вряд ли что-то принимается. Это касается вопросов войны, вопросов военно-политического вмешательства в дела других государств. И тут как раз публичность не нужна. Главное принятое решение – стайные бюджеты, скрытые строчки в бюджетах Соединенных Штатов, финансирующие... Я понял. Но на нас-то как это отразится? Мы сможем договориться? Или, как предсказывают некоторые эксперты, Третья мировая война, а то и ядерная война, и вообще до свидания. Войны, конечно, ядерной не будет, потому что мы все прекрасно знаем, что в ней никто не выживет, и победителей невозможно будет установить. Чтобы все будут мертвые. Но вопрос ожесточения наших отношений, заметного ухудшения отношений, переход в состояние такой очень-очень холодной, но в то же время горячей войны между нашими странами, возможен, потому что человек такой, как Хелли Пинтер, она не будет чувствовать ответственности за будущее страны. она сама уже занимается только своими лекарствами, она занимается тем, чтобы современными технологиями поддерживать свой внешний вид, и, конечно, она не будет думать о долгосрочной перспективе. Вадим Анатольевич, правильно говорит господин Милонов или нет? Или в чем-то ошибается? Ну, частично прав, с моей точки зрения, в той части, которая касается того, что основной управляющий ситуации в Америке, он находится в тени, да, это вот те самые банки, о которых речь шла. Другое дело, что вот мы говорим о мировой войне, что она будет, с моей точки зрения, она уже идет. Вот, просто поскольку мы же ждем каких-то вооруженных, да, военных действий, на самом деле есть понятие гуманитарная интервенция. Вот, скажем, есть небольшой промежуток времени между тем интервью, которые я давал, и сегодняшним временем. Я увидел, что сделан выбор на гуманитарную интервенцию в последний месяц страны Госдепа, потому что это действительно эффективное средство. Я вижу активизацию по всему периметру Российской Федерации в Армении, в Белоруссии, в Казахстане и так далее. Я думаю, что вот та война, которая идет, она в основном идет гуманитарными средствами. Именно это направление будет усиливаться при Клинтон. И, конечно, необязательное дело дойдет до прямого столкновения России и Америки, да, поскольку, ну, помимо гуманитарных средств, есть еще и прокси-войны, о которых речь. Виталий Алексеевич, вот прозвучала мысль, что война-то третья мировая уже идет. Вы согласны с этим или нет? Ну, мы говорили с вами о ядерном конфликте. Если говорить о противостоянии, то, собственно говоря, Клинтон не будет начинательницей этого процесса. Процесс идет достаточно давно. И, мягко говоря, есть мнение, что якобы холодная война и гонка вооружений прекращалась. Она не прекращалась ни на минуту. Американский белогривый Орлан уже терпеливо 25 лет кружит над нами и ждет, пока мы станем совсем немощными. Никто не отказывался от планов по тотальному контролю со стороны Соединенных Штатов над территорией бывшего Советского Союза. И мы сейчас действительно, я абсолютно согласен с уважаемыми экспертами, мы сейчас видим новую фазу активизации. Ведь если сначала сшибали самых слабых, это Украина, это Грузия, то есть самых податливых и охочих до халявы, то сейчас у них новые рубежи, новые задачи, более сложные. И тут правильно была упомянута Белоруссия, с которой идет очень сложная и системная работа, давно идет. Американцы умеют ждать, они не хотят получить моментальный результат, но они знают, что ситуация развивается там в негативную для славянских отношений сторону. Безусловно, сейчас их задача отсоединить в политическом плане наших ближайших союзников через взятки, через шантаж, через подкуп, собственно, всех средств там применять. Да, я понял. Спасибо большое, Виталий Валентинович, что не отказались прокомментировать нам тему. Да, Лилия, пожалуйста, я так понимаю, вы не согласны? Частично. Значит, соответственно, на предмет того, что Третья мировая война, это однозначно, она слишком грамотный политик, она понимает, что и где, и не забывайте, как бы там смешно это и не выглядело, но с кнопкой перезагрузки, перегрузки, приехала она. Поэтому приблизительно такое же шоу нас ожидает, если будет произведено... С другой стороны, вы говорите, грамотный политик, да? Значит, соответственно... А Америка как раз на войне очень хорошо умеет зарабатывать. Разве это неправильное действие для грамотного политика? Достаточно большое количество сейчас есть возможностей региональных войн. Никто не заинтересован вести войну внутри своего государства, и она в первую очередь. А вот посредованно там где-то... Ближний Восток, Северная Африка. ...при полном раскладе, что предоставляется военная сила, предоставляется специалистам, безусловно, вооружение, это лобби, опять-таки возвращаемся, глобальный блок того, кто опять-таки спонсирует и все абсолютно. Плюс ко всему мы с вами имеем что? Мы имеем терроризм. Это дешевая-дешевая война. Исходить-то надо из другой логики. Мы уже говорили, Клинтон представители финансистов. Основная проблема финансистов это как выплачивать долги. И как зарабатывать деньги? Для того, чтобы... Не-не-не-не. Вот как заработать, они примерно знают. Как не выплачивать? Значит, для того, чтобы не выплачивать, нужен форс-мажор. Для форс-мажора нужна хорошая война, но правда региональная. По этой причине все готовится для большой региональной войны на Ближнем Востоке. А после того, как я слышал заявление Обамы о том, что Россия региональная держава, я должен сейчас взволноваться? Секундочку. Регионы есть разные. При этом есть линия, направленная на то, чтобы направить ИГИЛ через Афганистан, через Туркмению, в Казахстан и в Россию. На этом направлении у нас защиты нет. Потому что горы мы прикрыть можем, в том числе тактическим ядерным оружием. А вот пустыню ядерным оружием прикрыть практически невозможно. У нас есть проблемы. Это не значит, что это произойдет. Вероятность такая есть. Но при этом нужно понимать, что на большую войну у Соединенных Штатов Америки ресурсов сегодня нет. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой отрывок из известного общественно-политического шоу. Он называется «Кросс-Ток». В нем разговор идет так же, как и у нас о Хиллари Клинтон. Она – полная противоположность порядочного либерального кандидата, поддерживающего гуманистические принципы. Она – самый коррумпированный и продажный кандидат, и самый ярый сторонник милитаризма и разжигания войны за последние десятилетия. Неоконсерваторы поддерживают ее, а не Трампа. Она – кандидат тех, кому нужны новые войны. И под ее началом в Госдепартаменте было больше всего коррупции. Прошу прощения. За что Генри Киссинджер назвал его лучшим Госдепартаментом за всю историю США? Дэвид. Справедливо будет, если сначала выскажется Ричард, а затем Дон. Ричард, вам слово. В этой президентской гонке есть только один кандидат, который призывает применить ядерное оружие против исламского государства, заставить Японию и Южную Корею тоже обзавестись ядерным арсеналом. Вы говорите о милитаризме? Единственный кандидат, который выступает за распространение ядерного оружия – это Дональд Трамп. Хиллари Клинтон, по данным Института Гэллопа, 18 раз за последние 21 год называлась женщиной, которой больше всего восхищаются в мире. Так что мне есть что хорошего сказать о Клинтон. Американцы считают, что в мире ею восхищаются больше всего, и не зря. Ричард, позвольте. Все, я готов передать слово Дону. Давайте уточним кое-что. Можно я отвечу? Давайте уточним кое-что. Она любимец истеблишмента и спонсоров демократической партии. Это не стоит забывать. Дон, теперь вам слово. Да? Это неправда, Питер, позвольте, это же миф. А факт в том, что она получила на 3 миллиона больше голосов, чем Берни Сандерс. Давайте говорить о политике. Григорий Павлович, все-таки на чьей стороне-то правда? Я не могу понять, кто развяжет или не развяжет войну. Мы все, в том числе вот Россия, эксперты, в очень в узком каком-то смысле смотрим на перспективу войны. Мы почему-то зациклились на ядерном оружии. Кибербезопасность сейчас выходит на первый план. К большому сожалению, и нам надо это предусмотреть. Россия прежде всего. Америка может оставить, раз мы так хотим бороться с терроризмом, она может оставить эту грязную работу для нас, для России и для тех, кто хочет этим заниматься. А сама выйдет на уровень кибервойны. Мы должны готовиться к кибервойне. Мы видим, что она уже мощно всходит. Уже целые группы стран к этому готовы. А в чем она проявляется? Пока я только слышал о том, что американцы рассказывают про таинственных российских хакеров, которые взламывают все, что возможно. В чем проявляется? Проявляется в арестах конкретных людей. Наших граждан уже арестовывают. Только за то, что они работали на компьютере. У нас каждый первый практически работает на компьютере. Очень сложно кого-то вот здесь, даже в этой аудитории, обвинить в том, что он занимается терроризмом. Но подозревать в том, что он может быть хакером, вполне возможно. Поэтому Америка выйдет на этот уровень. И, кстати, что касается еще Хилари Клинтон, каждый последующий президент США вынужден, даже если он этого не хочет, открывать больше войн, чем предыдущий президент. И на счету Хилари Клинтон, если она станет президентом, будет как минимум три войны. Причем США их открывает не в своем регионе. Это не в Атлантике война происходит. Пожалуйста. Так, ну, я только хочу сказать, что я тоже работал на компьютере. И только вчера Вичам вернулся из Риги. И никто там не пытался меня арестовать. Я компьютерщик такой, на уровне пользователя. Но мне повезло спросить у человека, достаточно сведущего в этом плане, может ли Россия противостоять киберагрессии? На сегодняшний день нет. Не может. Второй вопрос я задал очень наивный. Потому что Америка не банановая республика, как сказал президент. А вообще говоря, Америка может вот все отключить? Может. И этот человек сказал мне, да, может. Может. Для меня этого достаточно. По поводу, значит, мировой войны, ядерной и гибер. Во-первых, действительно, ядерной войны не будет, потому что американцы не самоубийцы. Они хотят хорошо кушать, вкусно кушать, и хорошо спать, и развлекаться, и так далее. Они в своем регионе не самоубийцы. Мировая война неядерная сегодня уже идет. Идет это на Ближнем Востоке. Вы посмотрите, сколько держав втянули свои войска там. Это и Америка своими союзниками, и Россия, и Иран, и Турция туда вторглась. То есть, как будто идет некая мировая война. Притом провокаторами оказались агенты, значит, США. Вот помните, Гитлер, как начал Вторую мировую войну? Отдел немцев, арестантов, вторглись на пограничники, вторглись в сторону Польши, оттуда стреляли на Германию, якобы было нападение. Операция консервы. И вот сегодня американцы делают то же самое. Отдели этих исламистов, якобы есть некая угроза, исламские государства. Это миф. Ни Ан-Нусра, ни исламские государства. Это и есть подразделение, агентурная сеть Соединенных Штатов Америки. Ни одного террориста, ни одного террориста, ни одного террориста группировку они не уничтожили. Они просто хотели Ал-Каиду сделать легитимное лицо. Они просто поменяли имя в Ираке, делали их Ан-Нусру, от него откололи исламское государство и хотели даже легитимный статус. Судя по вашему напору, вы должны сказать, что как только Хилари придет, так сразу нажмет на кнопку. Нет, нет, зачем нажать на кнопку, если получат ответный удар? А наоборот, они должны окружить Россию вот такими горячими точками. Они вокруг России создали столько горячих точек. Они что, хотят уничтожить Россию? Именно так, именно так. Они хотят убрать своего главного геополитического конкурента любыми способами. А сейчас реклама, а после нее вы услышите, как Хилари Клинтон признается в любви к России. Это программа «Особая статья», меня зовут Алексей Гудошников. Новым президентом США уже через неделю может стать Хилари Клинтон. Многие эксперты сходятся во мнении, что Клинтон – ярая русофобка. Но так ли это на самом деле? Смотрим сюжет. Трамп постоянно хвалит Путина и поддерживает пророссийскую политику. Дональд очень лестно отзывается о Владимире Путине. Вы продолжаете получать от него поддержку. Ведь в этой гонке у него есть совершенно очевидный фаворит. Подобная критика своего конкурента по предвыборной гонке – конек Хилари Клинтон. Она упорно пытается выставить Трампа ставленником Кремля, а Россию – мировым агрессором, который пытается фальсифицировать выборы в США. Однако Хилари Клинтон раньше имела совершенно полярное мнение об американо-российских отношениях. Журналист телеканала Fox News Ричард Гринелл недавно припомнил экс-госсекретарю ее же слова, сказанные во время визита в Москву в 2010 году. Оказывается, в то время она мечтала о дружбе с Россией. Портал Ньюс РБК приводит цитату высказывания Клинтона из статьи американского журналиста. Одно из опасений, которое я часто слышу от русских – это то, что США каким-то образом желают ослабить Российскую Федерацию. Это далеко от правды. Цель США – помочь укреплению России. Американцы видят Россию с сильной культурой и с потрясающей интеллектуальной столицей, которая у Российской Федерации есть, как у лидера в 21 веке. Мы даже иногда чувствуем, что мы в ваше будущее верим больше, чем иногда это делают сами русские. Так почему же Хилари Клинтон так резко поменяла свое отношение к России? Может быть, ее антироссийские высказывания – это лишь часть предвыборной программы, которая, как ей кажется, повысит ее рейтинг? Или, может быть, это козырь против Трампа? Возможно, особенно если принять во внимание вскрытую Викиликс переписку главы избирательного штаба демократов Джона Подесты и политического обозревателя Брента Будовски. В одном из писем они обсуждают, что должна говорить Хилари во время дебатов с Трампом. Лучший выход – прикончить Дональда за его крепкую мужскую дружбу с Путиным и не сильно рассчитывать на последнего по вопросу Сирии – Брент. Но если агрессивная политика Клинтон в отношении России – это разработанная политтехнологами предвыборная программа, то есть ли шанс, что, добившись своей цели, Хилари вновь изменит свои взгляды? Возможно ли, что она снова пойдет на диалог с Россией и заговорит о перезагрузке отношений? Арей Каганасович, ну что, помириться с нами, Хилари, это все маска? Значит, история американской политики нам показала наглядно и доказала, те президенты США, которые хотели сближаться с Советским Союзом России, они умирали. То есть, когда хотел Рузвельт сближаться с Сталином, он скоропостижно скончался. Когда Кеннеды хотел сближаться с Советским Союзом, его в башку, значит, застрелили. Когда, если кто, Трамп, когда говорит, что можно вместе с Россией решать международные глобальные проблемы, и он в этом абсолютно прав, то он уже враг Америки. Причем тут эти детские сказки о Союз-Аполлон в 75-м году? Союз-Аполлон проект, как раз якобы во время Холодной войны. Это пик наших лучших взаимоотношений советско-американцев. И сегодня это и есть эти отношения. И что? Вокруг нашей границей, но война, мы космос летим с ними. Вот если бы Китайский, вот все. А если захочут жить с Россией, убьют, я понял. Женщины не только мстительные, но, может быть, не все на должности, на высокой должности, но они и переменчивые. Поэтому очень правильно был приведен здесь вот этот штрих, то же самое с Тимошенкой, хотя она никогда не была президентом. То же самое, перемена настроений полной. То же самое, если она станет президентом, будет с Хилари Клинтон. Но все-таки... То есть Клинтон может поменять свою политику по отношению к Москве? Может, может. Когда станет президент? Если станет президентом. Специально для особой статьи, эксклюзивное интервью дал Владимир Познер. Какое впечатление произвела на вас Хилари Клинтон, когда вы брали у нее интервью в 2010 году? И поменялось ли впечатление о ней спустя 6 лет? Вы знаете, вся эта история об этом интервью на самом деле была поднята телекомпанией Fox, которая нашла это интервью и сказала, вот тогда она говорила очень, мол, гладко и хорошо, и симпатично о России. А вот сегодня она говорит так, вот, мол, ей не заверить. На самом деле все было понятно. Она приехала тогда в качестве государственного секретаря. И это было время так называемой перезагрузки, когда должны были изменить соотношения между Соединенными Штатами и Россией, причем к лучшему. Это было одно время. Сейчас другое время. Время, когда она баллотируется в президенты США. И возникает совершенно другая риторика, рассчитанная на американского избирателя, который уже привык к тому, что идет некоторая холодная война. Вот и все, вот весь вопрос. Она была искренне тогда, она искренне сейчас. Настолько, насколько политики вообще могут быть искренними. Важная, важная вещь, важная. Циничный политик способен изменить свою позицию на 180 градусов, в любой момент, в любую секунду. И не по гендерному признаку. И Хиллари Клин, она политик, какая разница, кто она. Политик, он бесполый. Она может это сделать легко, но проблема состоит в другом. Еще раз повторяю, Клинтон представляет банки. У банков есть виртуальная реальность, которую они всему миру транслируют. Россия сегодня главный разрушитель этой виртуальной реальности. Именно поэтому они на нас и наезжают. По этой причине, если эта виртуальная реальность рухнет, по каким-то причинам, например, рухнет там, долларовая система или еще что-то, то в этом случае никаких проблем с Клинтон у нас не будет. Хорошо. Я напоминаю, что мы взяли эксклюзивное интервью у Владимира Познера. Давайте узнаем, как на его взгляд будут развиваться отношения России и США на Ближнем Востоке. 30 лет тому назад в Рекьявике встретились Рейган и Горбачев. Очень разные люди. Они друг другу понравились и сумели решить важнейшие вопросы. По сути дела, положили конец холодной войне. Очень важны были эти личные отношения. Если говорить о сегодняшнем дне, отношения между Хиллери Клинтон и Владимиром Путиным не самые лучшие. В течение всей предвыборной кампании она говорила о нем крайне неприятные, я бы даже сказал, оскорбительные вещи. Вот каким образом это преодолеть? Ведь эти два человека должны разговаривать. Они несут колоссальную ответственность не только перед своими народами, но и перед всем миром. Это две самые мощные ядерные державы. Они должны найти способ сесть за стол и, преодолевая, может быть, даже личную неприязнь, а выйти на какой-то конструктивный разговор и результат. Для этого каждый должен суметь преодолеть, может быть, что-то внутреннее. Сумеют они или нет, я этого не знаю. Я на это надеюсь. Но сказать определенно, что будет, я не могу. Если они договорятся, то и сирийский вопрос не будет вопросом. Если нет, то тогда все будет вопросом. Аксен Газович, пожалуйста. Ну, теоретически, как говорят, может быть все. Но практически, я думаю, что Клинтон, конечно, не поменяет своего отношения к России. Я совершенно не согласна полностью. Хочу сказать следующее. Во-первых, еще раз повторяемся. Это опытный политик. У нее сейчас отношение исключительно предвыборное. Вот закончится выбор, если какое-то определение будет по ее персоне, значит, соответственно, она поменяет риторику в зависимости от своей собственной выгоды. Хорошо, у меня один вопрос. Кто-нибудь из экспертов... Аксен Газович, я хочу понять, у нас времени очень мало. Кто-нибудь вообще здесь считает, что победит Трамп? Я практически... Я считаю, что вероятность этого существует. И она должна быть очень маленькой. Нет, вы должны сделать ставку, да или нет? Я не буду делать ставку, потому что это вещь, которую невозможно сегодня предсказать. Я жду еще одного компроманта перед выборами, поскольку если этот компромант, который сделал ФБР, 10% сократило, осталось 2%, то я думаю, перед выборами... 10% было до компроманта? Да, да. До? Они сказали, что сейчас 2% и еще один компромант. Я надеюсь просто, я где-то уверен внутри, что если еще один компромант, то она проиграет. Ну, будем ждать. Но между тем, заявление Коми, которое было, директор ФБР, оно же тоже не просто так появляется. Значит, с ней они не нашли общий язык, и они продавливают решение ее. Значит, будем смотреть, как будут развиваться события в США, и кто все-таки станет президентом Америки. И после этого предлагаю просто собраться, и если этой же компанией, если вдруг победит Трамп, вы будете триумфатором тогда. Хорошо, время у нас все подошло к концу, я благодарю всех экспертов, спасибо большое, что пришли. А мы продолжим следить за выборами в США, и встретимся в следующий понедельник в 20.30.